в эфире. Ю-ху! Всем привет! Ребята, присоединяйтесь, я знаю, что вы сейчас включаетесь. Мы сегодня в таком камерном, скромном, уютном квартирничке студии. Знакомьтесь, Дима, Дмитрий Агафонов. Дмитрий, это еще как, да, по-настоящему. Сладочи. Вот. Мы принесли с собой прекрасное настроение. Хотим сегодня говорить только о хорошем, чудесном, светлом, чистом и добром. Так что включайтесь, включайтесь. Это очень странно, разговаривать с собой. Что-то, что здесь никого нет. Нет, кстати, здесь есть еще, есть... Меньшая часть команды. Чуть-чуть, хорошо, меньшая часть, да, команды. Мы не одни с вами. Так что, если вы услышите голоса, ничего страшного. Не пугайтесь. Все нормально. И Лера сейчас снимает как раз этот эфир по ту сторону экрана, и она будет зачитывать ваши вопросы. А пока Лера может зачитать приветики. Ну, тут приветики из Кореи, со всего мира приветики. И класс, вообще, супер. Ребята, напишите, какой звук, хороший ли звук. Да, кстати, нам крайне важно сегодня понимать, как вы нас слышите. Потому что мы тут заготовили музыкальные дела. Спрашивают, как дела? Дела чудесные. Я по вам очень соскучилась. И я. Звук отличный пишут. Ну, супер. Дим, может, пока что не романтично будет? Збатышно. Ну, мы пока еще с вами общаемся. Так что задавайте вопросики. Можем сейчас немножко поговорить. А потом уже приступим к музыкальной части. Пишут, передай, что она красивая. Благодарю. Симба тоже слушает. И Симбу все слушают. Я жду ваших комментариев. Точнее, ваших вопросиков. Потому что мы сейчас решили поговорить. Еще раз напоминаю тем, кто включился. Мы хотим немножко поговорить. А потом уже приступить к музыкальной части. Вот у нас первый вопрос. Когда планируются следующие концерты? Мои хорошие. Ну, мы все с вами как бы оцениваем сейчас ситуацию. Поэтому спрогнозировать крайне сложно. Вообще, очень много массовых мероприятий. Конечно, в том числе и концерты. Не только у меня одно. Поэтому держите руку на пульсе. Следите в соцсетях за тем, что происходит, конечно же. Сколько будет длиться сегодня выступление? Вот вам прям все сразу расскажите. Расслабьтесь, получайте удовольствие. Зачем? Зачем ограничивать сразу себя во времени? Как часто Нюша смотрит фан-аккаунты? Как часто? Я не знаю, что значит для вас часто, но я считаю, что очень часто. Конечно, мне очень интересно, что происходит на моих фан-страничках. Поэтому каждый раз, когда я захожу в соцсети, конечно, я просматриваю фан-странички. Очень много вопросов. Как дела у доченьки? Прям очень много. У доченьки все хорошо. Она бегает просто во все. Она научилась говорить «н-дя». И теперь все. Теперь сплошные «н-дя» на все вопросы. Читает стихи. Поет. В общем, очень активный ребенок. Крайне активный ребенок. Скоро вам было уже обязательно видео разного. У меня там уже скопилось. В связи со стихотворениями. Спросите ее, пожалуйста, про блонд. Я так понимаю, как ты обновила прическу. Ага. Ну, я не то чтобы совсем блонд, но да, мы с Егором Рябчиком решили, что будем делать такой вариант, как бомилирование. И какое-то время я сейчас хочу походить действительно посветлее. А может быть потом уже добавить шоколадных прядей. Вот. Ну, я люблю менять все. Мне кажется, вообще для женщины это совершенно нормально. Какую колыбельную пели для дочки? Какая колыбельная. Я много разных. Я до сих пор, кстати, иногда пою. Я как раз вкладывала в Instagram видео. Я пела папину песню. Я все время пою ей саундтрек из Аладдина. Потом, конечно же, песню собственного сочинения. Прям по ходу укачивания. На это, кстати, меня вдохновила бабушка. Потому что я помню в детстве бабушка, папина мама, она все время на ходу придумывала для меня песню. У нее была песня о Нютиной глазке. Да, она просто вот... Причем я уже была достаточно взрослая. Я уже сама спала. Там что-то садилась так рядом. И вместо того, чтобы там читать какие-то сказки, я теребила, чтобы она спела. И песня, и она, перебрав уже все, что можно, все, что было спето, она начала мне придумывать песню. Поэтому, если вы спросите, откуда у меня есть способности композиторские, там не только папа, а там бабуля. И вообще там, ну, то, видимо, уже с попознавения. Второй самый популярный вопрос. Будет ли фит? Не может. Я, честно говоря, вот уже побаиваюсь рассказывать о каких-то подробностях, потому что вообще раньше я жила по принципу действительно по течению. Вот как идет, все так идет, прекрасно. И у меня позиция такая была по жизни, что все-таки мечты, которые самые заветные, желанные. Ну и, соответственно, туда же планы все равно. То есть вот как бы ты планируешь, делаешь, и потихоньку, и когда уже есть результат, ты счастлив, брат. И тогда всем уже рассказываешь. А сейчас получается, что, конечно, я стараюсь с вами делиться какой-то информацией, там что-то рассказывать. Потом планы меняются, потом еще что-то происходит. И вы расстраиваетесь, что, допустим, ждали что-то. А я не хочу, чтобы вы расстраивались. Вывод. Не обещать, не рассказывать. Поэтому, собственно говоря, это тайна. Пусть это останется тайной. Просто вот, когда это произойдет, вы обязательно услышите и новый сингл, и какие-то совместные работы. Поэтому... Ну все, просят петь. Спрашивают, можешь ли что-нибудь спеть? Конечно, могу. И спою. Уже просят начать исполнять. Хорошо, хорошо. Тогда начинаем. Да, Тим? Конечно, конечно. Давай, что начнем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Интересный вопрос, когда ты написала песню Таю? Ага, песню Таю я написала, будучи в положении. То есть, получается, пару лет назад. Все. Говорят, зажги, зажги уже, давай. Ладно, все, поехали дальше. Дамюх понят. Дай мне ладонь, я погадаю. Завод просон от обмана для тебя. Твой прежний дом не допускает, Чтоб ты забыл, где была твоя зная. Твои глаза все открывают, Твоя печаль выдает и твой страх. Зачем молвишь? Я и так знаю. Твое тепло подает мне знак. Твое тепло подает мне знак. Я не боюсь, я улыбнусь. Если ты рядом, я улыбнусь. Я не боюсь, я улыбнусь. Знаешь, я не боюсь, Знаю ты рядом, я улыбнусь. Ты ждешь ответ, я сомневаюсь. Как много лет ты убегаешь от себя. Не думай, я не испугаюсь. Я свой секрет, ты принес ко мне не стрел. Там, в небе, пусть летают стаи. Здесь, на земле, обе жальницы. Больше слезы нас не спасают. Твоя печаль, это лишь твой миг. Я не боюсь, Я улыбнусь. И знаешь, я не боюсь. Если ты рядом, я улыбнусь. Я не боюсь. Я улыбнусь. И знаешь, я не боюсь. Знаю ты рядом, я улыбнусь. 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 Да, кстати, сейчас мы с Димой сделали вообще версию, которая изначально была написана вот так, в чистом виде, в такой вот гармонии. Ну, и я знаю, что вы слышали песню совершенно в другом варианте, но это прямо первоисточник. Я даже выкладывала кусочек песни в Инстаграм, так что особенно внимательные помнят. Спрашивают, о чем ты думаешь, когда пишешь новую песню? Вообще, если честно, в тот момент, когда пишется песня, нет никаких мыслей. Это очень такой волшебный момент, потому что с одной стороны ощущение, что ты изливаешь эмоции, это как самый яркий пример, у девчонок накипело. Надо поболтать. А тут получается, что эмоциональная составляющая, и я это сравниваю с тем, как наполняется чашечка. И вот когда она полна, когда начинает уже вода или чай уже выходить за края, то есть вот этот момент, когда что-то создается, когда эмоция должна найти выход, и вот дальше очень все странно, потому что иногда появляется сразу текст, то есть сразу эмоции от какой-то ситуации, от какого-то перешитого опыта, а иногда просто какая-то мелодия в душе, и через какое-то время появляются слова. Тоже невозможно в этот момент о чем-то думать. Ну то есть либо, как все-таки ты думаешь о той ситуации, которая себя, допустим, очень обрадовала или очень сильно напрягает, и по ходу на нахождение решения, допустим, этого вопроса, или просто получения какого-то логического завершения этой эмоции, то есть ты уже начинаешь накидывать слова, либо начинаешь накидывать стихи, которые ложатся на мозгу. И вот так это происходит без мыслей, без задних, вообще без передних. У нас тут много вопросов набежало. Первый — это про акустический альбом, планируешь ли ты? Это уже не первый. Так, ну я уже поняла вашу заявочку, всё. Анплакт альбом. Хорошо. Спрашивают ещё, как ты отнесёшься к тому, если дочь примет решение связать свою жизнь со сценой? С музыкой. Да как отнесусь? С уважением, пониманием, понятия «простить», как говорится. Ну, конечно, я буду уважать любой её выбор, потому что она отдельный человек, личность, и я не имею права на неё давить своим авторитетом. Угу. Просит ещё с Димой спеть в Дуэте. Да. Это вообще не вопрос. Он включит только автотюнчик какой-нибудь. А всё, да, да, у меня есть, кстати. Да? Вот. Я не боюсь. У Димы, на самом деле, просто колодись талантов, но не совсем через вокал, но через аранжировку. Ну, давай по-честному ходим, но как бы в плане моментального озвучания музыкального. Симфонический оркестер, это к нему, между прочим. В его голове рождается он тоже, спросите, как. Как в голове человека рождаются сразу много разных партий, разных инструментов. Ну, как ты с этим спишь, вообще, и его компания. Ну, вот как-то же происходит. У нас ещё один вопрос. Давайте, страшно ли было показывать свои первые песни папе? Да, конечно. Вообще, кому-либо было страшно их показывать, на самом деле. А папе уж тем более. Папа такой суровый критик у меня в этом плане. Он же, ну, уже сам музыкант. И тоже композитор. И, конечно, мне так было волнительно ему что-то показать. Даже мне волнительно. Я делаю какую-то анжировку. Хотя он как бы не тиран, он не то, чтобы там какой-то злой дядя. Он давит своим авторитетом иногда. Это, кстати, человек с отменнейшим вкусом и чутьём. Вот, да, ты точно правильно сказала. Просто понимание его, он так тонко чувствует вообще музыку, гармонию, нюансы, детальность. Всё настолько сильно, что ты понимаешь, что сейчас будет оценка по высшим вообще там категориям. И вот это да. И тут немножко бездишь. Тарап-тарапа. Вот. Спрашивают, а ты в душе тоже только свои песни поёшь? В душе? Я, кстати, вообще не страдаю этой привычкой. Ребята, у меня, не знаю, как-то в душе. Я, видимо, столько пою вне душа, что как-то в душе меня не приспичивает. Поэтому нет у меня такой особенности. Я какой-то ненормальный человек в этом плане. Я точно. Вот, да. Но я думаю, что мы уже готовы к продолжению. Да? Нашего акустического концерта. И мы сейчас... Сейчас, подождите. Мы, получается, сейчас... А, всё. А, господи. Так, да. Короче, вот, специально, в общем, сегодня несколько сюрпризов. Ну, потому что я подумала, что все именно мои песни, ну, вы и так их слышали. А вот если я что-то исполню новое, то вы вообще не слышали моего исполнения, и это будет очень прикольно. Тоже. И, в общем, сегодня, дамы поддержать настроение... Всех. Вообще, ну, во-первых, конечно же, позитивное, жизнеутверждающее. И потом я просто хотела сказать точнее. В общем, песня о любви к себе. Так оно и есть, на самом деле. И я песню эту очень люблю давно, и много раз её пела, но вы не слышали. Вот, кстати, может быть, когда-то я пела её в душе. Возможно. А сегодня решила, что почему бы не спеть её для вас. Чтобы как-то приятно вас удивить. Ну, мне нужен телефончик, да, потому что я... Тут как раз... ...пела эту песню, и я буду подсматривать текст чуть-чуть чуть-чуть. Как раз очень просили песню на другом языке. Вот, все сошлось, ребят. Класс. Мы так чувствуем друг друга просто. Синергия у нас. Так. Вы угадывайте и пишите. Понимаете ли вы, о чём идёт речь? Что это за песня и кто её поёт? Да? Ага. Давай. Я, наверное, даже встану, может быть. Может, встану. Я не могу сидеть. Я не могу сидеть. Может быть. Субтитры сделал DimaTorzok Я не нашел отец Дима, подожди, давай еще раз красиво начнем Все, я готова 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Не пугай меня, я знаю, так нелегче, Когда любовь безупречна. Ты мне совсем не врёшь, Я прошу, сделай мне навстречу. Уже было не смешно, Не увижу тебя и совсем не всё равно. Не говори, что мы опоздали, Ты чувствуешь свет между нами. Мы так хотели, так искали, Счастье накрыло, как цунами. Не говори, что мы опоздали, Ты чувствуешь свет между нами. Мы так хотели, так искали, Счастье накрыло Не говоришь, что мы отстали Ты чувствуешь свет между нами Мы так хотели, так искали Счастье накрыло Не говоришь, что мы отстали Ты чувствуешь свет между нами Мы так хотели, так искали Счастье накрыло У-у-у-у В общем, как-то так. Сегодня мы поделились с вами своими чувствами и теми. И я очень надеюсь, что у вас сейчас осталась такая теплота и любовь на душе, в сердце. Потому что это именно то, что я хотела вам передать. Дима? И я. Он мы. Вот так. Так что, ребята, будьте в хорошем настроении. Думайте только о хорошем. И если даже что-то идет не по плану, если даже где-то у вас какие-то трудности, это лишь возможность поменять что-то в своей жизни и сделать свою жизнь такой, как вам нравится и как вам хочется. И я хочу вам пожелать, чтобы вы не останавливались, чтобы вы ничего не боялись, чтобы вы верили в себя и, конечно, любили этот мир. И если вы любите, то это чувство возвращается к вам в 10-ти кратном размере. А может, еще больше, 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 больше. И я вас очень-очень люблю. Обнимаю виртуально. Обнимаю и целую. Субтитры сделал DimaTorzok